В Караганде среди детей растет спрос на беременные куклы и барьбе в гробу. Насколько такие игрушки влияют на психику несовершеннолетних? Где зимуют бездомные? С наступлением морозов бездомные скитальцы потянулись в центры адаптации. Сегодня Караганда отмечает свой 83-й день рождения. Мы решили узнать, какие интересные факты кроются в истории нашего города. Тимиртаутцы продолжают мерзнуть. Простуду и различные хронические заболевания зарабатывают горожане в своих квартирах. Боряют и дети, и взрослые. Виной тому неисправность и частые аварии на теплостанциях. Главнее всего погода в доме, но у многих жителей города Тимиртау температура в квартире не поднимается выше 16 градусов. У Марии Колесниковой двое детей. Одеваться дома приходится, как перед выходом на улицу в самый суровый мороз. Семья переехала из Караганды два года назад, и им есть чем сравнивать. Раньше зимой открывали окна и проветривали помещения, но сейчас они не могут это позволить. Полутора годовалый Матвей играет возле обогревателя, а 14-летняя Анастасия может читать свои любимые книги только под пледом. Летом за электроэнергию Мария платила меньше тысячи тенге. Теперь из-за постоянно включенного обогревателя в квитанциях сумма составляет более трех с половиной тысяч тенге. «Приходится с обогревателем ходить по всей квартире. На кухне идем, готовим туда обогреватель. В зале когда сидим, ну и так же в спальне. Ребенка купаем, тоже обогреваем, чтобы не замерз. В ванную комнату потом приходится опять в зал его перетаскивать, чтобы тепло было». Валентина Ушукова – пенсионерка. Постоянно включать обогреватели не позволяют средства. За 20 лет проживания в этом доме Валентина Николаевна заработала простуды и хронические заболевания. Город расширяет свои горизонты. Появляются новые жилые и торговые дома. Но, как и 15 лет назад, город также обогревает две теплостанции, которых недостаточно, чтобы согреть все дома. «Раньше зимы были сыровые, мы жили здесь очень хорошо. Было тепло, даже мы форточки открывали. Это лет пять, как мы только въехали. Потом стало строиться много зданий, много магазинов построилось и стало очень у нас холодно. В этом году, вот сейчас, на сейчасное время у нас 17 градусов. Но было и меньше. Видимо, АТС уже не справляется, АТС. И каждую недельку, вот так немножко бывает дня два тепло, а потом снова холодно». Частые проблемы с отоплением в городе Тимиртау обсудили в областном окемате Караганды. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям отметил, что аварии на ТЭЦ-2 неоднократно случались в этом году. «Отопительный сезон 16-17 года начат с 1 октября и в целом проходит в штатном режиме. Однако требует особого контроля ситуации на ТЭЦ-2, по которому с начала отопительного периода в дежурную службу департамента поступило 12 сообщений о аварийных ситуациях». По словам жителей, в квартирах стало немного теплее. Но надолго ли это, пока неизвестно. Мы ставим эту ситуацию на контроль и будем следить за улучшениями температуры воздуха в квартирах. Лариса Хусейнова, Жеслав Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Осторожно, игрушки. В Караганде среди детей растет спрос на беременные куклы Барби в гробу и игрушки с ярко выраженными половыми органами. Прилавки магазинов буквально пестрят богатым ассортиментом различных монстров и невиданных животных. Насколько такие игрушки влияют на психику и здоровье детей и нужно ли запретить их продажу, выясняла Аймамрина. Это прилавки модных магазинов игрушек Караганды. От ассортимента детского товара разбегаются глаза. Беременные куклы Барби с эмбрионами внутри и куклы Монстр Хай, лежащие в гробу, спокойно выставлены на продажу. По словам психологов, такие игрушки определенно нельзя назвать безобидными. Они влияют на психику малышей и могут спровоцировать неожиданные фантазии у несовершеннолетних. Эти игрушки даже по внешнему виду очень агрессивны. Они могут негативно влиять на подсознание не только детей, но и взрослых. Родителям стоит задуматься, нужны ли такие игрушки дома. Ведь личность и характер ребенка уже проявляется с трех лет. Беременные куклы, куклы в гробах и с рогами не могут научить детей ничему хорошему. Ничего хорошего не сказали и в общественном объединении по защите прав потребителей «Гарант». По словам председателя Жасулана Этмагомбетова, эти игрушки необходимо тщательно проверить. Я, конечно, не психолог и не специалист, но, на мой взгляд, данная продукция является категорически запрещенной для продажи детей. Такие игрушки, я думаю, не должны реализовываться. И наши государственные органы в лице управления по защите прав потребителей, Департамента метрологии стандартизации по Карганинской области должны отреагировать и каким-то образом уже предпринимать меры о проведении экспертизы, в том числе по данной продукции и насколько они законно вообще находятся на прилавках для реализации детям. В детских магазинах, напротив, ничего плохого в своей продукции не видят. Почему, собственно, она беременна? Эта кукла рассчитана на девочек, которые представляют себя с детства уже мамами, которые развивают там в себе нежные чувства какие-то по отношению к маленьким деткам. Когда девочка играет с коляской, сажает в нее куклу игрушечную, да, она же, по сути, то же самое делает. Она представляет себя будущей мамой. По словам специалистов, беременные куклы попали на прилавки примерно три года назад и пользуются неизменным спросом. В среднем в месяц магазин продает около ста таких игрушек. Куклы Монстр Хая с гробами, в отличие от беременных, не так часто пользуются спросом. А покупать или нет, такие забавы детям решать родителям, подчеркивают владельцы салонов. Айям Амрина, Жахслак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде замерзают люди без определенного места жительства. Подобные сообщения частенько поступают к нам в редакцию. Неравнодушные караганинцы просят обратить внимание на жуткое существование бездомных в зимний период. Однако помочь такому контингенту в шахтерской столице не берется никто. Имеющийся центр адаптации не вмещает весь поток бездомных. Александр Бинников попал в центр адаптации два дня назад. Его подобрали на улице Лободы. Мужчина сначала отказывался ехать в приемник, но морозы заставили изменить решение. Он едва не погиб от переохлаждения. Обросшего и грязного Александра сейчас не узнать. Сытый, одетый и чистый он с неохотой рассказал о себе. Основной контингент – бывшие заключенные и люди, привыкшие продяжничать. По словам администрации приемника, последние в центре не приживаются. Привыкшие к свободе они частенько сбегают. В 2016 году в центр адаптации поступило 244 человек. Из них 166 человек были оказаны бытоустроены. Это в общежитии, родственникам. И по месту трудоустройства они остались некоторые проживать. И с места лишения свободы в 2016 году в центр адаптации поступило 28 человек. Ну, как я сказал, в 2017 году поступило еще 8 человек. Сейчас еще ожидаем смесь лишения свободы, которая будет поступать нам. Центр адаптации для бездомных рассчитан всего на 50 человек. Сейчас в нем живут 57 лиц без определенного места жительства. Данная организация не решает проблему распределения бродяг. Их в шахтерском регионе становится больше с каждым годом. А новый центр появится не скоро. А.М. Амрина, Жахслах Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В нашумевшей истории облитого мочой полицейского и ческазгана Толигена Игибекова получила неожиданный поворот. Автолоделец, из-за которого был осужден экс-полицейский, Карат Илюбаев, амнистирован. Напомним, Илюбаев был приговорен к двум годам ограничения свободы и штрафу в размере 200 МРП. Его признали виновным по шести эпизодам четырех статей Уголовного кодекса. Основанием для амнистии Кайрата Илюбаева стал материал службы и пробации Департамента комитета уголовно-исполнительной системы. Жасказганский городской суд рассмотрел его и вынес постановление об освобождении осужденного от наказания. Согласно законодательству, преступления, по которым осужден Илюбаев, не являются тяжкими. Напомним, экс-сержант ДПС Жасказгана Тулиген Егибеков осужден на пять лет в апреле 2016 года за пощечину пьяному Кайрату Елюбаеву, которого доставил в наркологию для освидетельствования. Пьяный автовладелец облил стража порядка мочой. Тогда за экс-сотрудника УВД Жасказгана вступился сам министр МВД. В июне 2016 года его отпустили из тюрьмы. Карагандинский областной суд изменил наказание бывшему полицейскому с реального лишения свободы на условное. Над Тулигеном Егибековым установлен пробационный контроль. Стоит отметить, что с тех пор Тулиген Егибеков до сих пор нетрудоустроен. У безработного мужчины на иждивении супруга и двое маленьких детей. Айям Амжина, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области из снежных заносов только за прошедшие сутки эвакуировано 48 человек. Сотрудники ДЧС совместно с другими службами региона спасли 16 человек. При аварии на спасательных работах вызвали на 20 единиц техники, в том числе пассажирский автобус, следовавший из Каражала в Караганду. Автобус вылетел в Кювет и перевернулся в районе поселка Карамурын Шальского района. В салоне находились 20 пассажиров, в том числе пятеро детей. К счастью, никто из 20 человек серьезно не пострадал. Метель и плохая видимость стала причиной массовых ДТП в области. Одна из наиболее крупных аварий произошла недалеко от Тимиртау на автодороге Алматы-Екатеринбург. В результате ДТП с участием 8 единиц техники образовался затор из 50 транспортных средств. Было эвакуировано 7 человек. Еще 17 человек эвакуировали на дороге вблизи станции Сортировочная. Там застряло 8 автомашин. В районах проведено с начала зимнего периода. Наиболее сложная обстановка складывается на участках автодорог республиканского значения Асакаровского и Каркаралинского районов. К примеру, наиболее проблемным в плане возникновения снежных заносов стал участок Караганда-Астана, республиканской автодороги Алматы-Екатеринбург. Данная автомагистраль по различным причинам перекрывалась 13 раз. В Каркаралинском районе вблизи села Кент были спасены и эвакуированы 6 человек, среди которых была беременная женщина и один ребенок. Еще один человек эвакуирован с трассы Асакаровка-Молодежная. Синоптики КАЗ-Гидромет предупреждают автовладельцев воздержаться от выездов на дальние расстояния и следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях. 11 февраля без осадков, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 28-33 градусов мороза. На востоке, в центре области до 38. Днем от 20 до 25. На востоке, в центре области до 28 мороза. 12 февраля без осадков, местами туман, преимущественно на востоке области. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью и днем 23-28 градусов со знаком минус. На юге области от 15 до 20 мороза. 13 и 15 февраля без осадков, ветер восточный и юго-восточный от 5 метров в секунду. Температура ночью опустится до 20-25 градусов мороза, а на юго-западе области от 10 до 15 градусов. Днем в среднем ожидается 10-15 градусов мороза. В третьей декаде февраля самая низкая температура – около 20 градусов. Осадки не будут превышать нормы. Также местами ожидается гололед, туман и усиление ветра. Аким области поручил держать ситуацию на контроле и своевременно убирать снег. В настоящее время на территории области действует режим повышенной готовности системы нашей ЧАЭС, введенный в целях обеспечения готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций с зимнего периода. При необходимости, моим заместителям прошу рассмотреть необходимость продления данного режима для обеспечения готовности в чрезвычайных ситуациях поводкового периода. За зимний период 2016 года в целях обеспечения безопасности граждан движение на автодорогах области ограничивалось 55 раз. Из снежных занозов спасено 88 человек, в том числе 16 детей. Эвакуировано 353 человека, в том числе 38 малышей. Из заносов извлечено 89 единиц техники. Жертв и пострадавших не допущено. Айя Мамрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. План работы Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана был обсужден на очередном заседании. Члены Совета обсудили итоги работы в прошлом году и наметили планы на год нынешний. В 2016 году вся работа областного Совета матерей проходила в рамках празднования 25-летия независимости Казахстана. Большое внимание уделено благотворительной деятельности. В рамках акции «Караван милосердия» начала действовать программа «Искусство жить вместе», пропагандирующая дружбу, толерантность, семейные ценности. Кроме того, члены Совета взяли шефство над воспитанниками детского дома «Кулыншак». Многодетные мамы и опытные специалисты помогают детям войти во взрослую жизнь. По инициативе члена нашего Совета, мать Яшиной Ольги Васильевны, здесь работает кружок рукоделия. Сувениры центра «Шибель» украсили комнату отдыха детского дома. В текущем году 10 выпускников 9-х классов этого дома будут продолжать учебу в колледжах области. Один выпускник продолжит учебу в США номер 48 города Караганды, за судьбой которого мы и дальше будем следить. И в этом году работа в детском доме будет продолжена по специально разработанному плану совместно с руководством детского дома. Члены Совета не обошли вниманием и очередное послание президента народу Казахстана. По мнению активисток, женщины должны внести свой вклад в реализацию всех пунктов послания. И ту задачу, которую поставит перед нами Ельбасен, это довести до каждого человека, до каждой категории населения именно основные приоритеты послания главы государства. И мне бы хотелось отметить, вы все знаете, что каждое послание, да, ежегодное послание, оно отличается тем, что Ельбасен всегда ставит нам высшую планку, да. Мы должны вылевать тех 50 развитых стран мира, мы вошли. Теперь стоит глобальная амбициозная задача войти в 30-ку развитых стран. И мы все с вами, и у нас есть потенциал, есть ресурсы. За 25 лет независимости, мы с вами отметили в прошлом году 25 лет независимости, мы видим, что мы имеем и ресурсы, и возможности, и человеческий фактор, да, и все необходимое. То есть у нас есть сильная, мощная экономика. Подводя итоги деятельности Совета матерей в прошлом году, было отмечено, что с начала года в области проведено более 500 мероприятий, направленных на воспитательный процесс, оказание психологической и консультативной помощи молодым семьям, участие в решении вопросов детей, оставшихся без попечения родителей, культурно-досуговые мероприятия для всей семьи. Стоит отметить, что Советы матерей областной ассамблеи народа Казахстана действуют во всех районах. Главная цель деятельности Совета матерей – сохранение и укрепление семейных ценностей, как фундамента укрепления и развития казахстанской идентичности и общенационального единства. Андрей Тена, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Шахтерская столица отмечает свой 83-й день рождения. Мы расскажем вам немного об истории становления любимого города. И несколько интересных фактов, о которых не знали многие горожане. Обо всем этом расскажет Асель Сазамбаева. Караганда – это прежде всего шахтерский город. Благодаря богатству природных ресурсов и удачному местоположению, этот город давно уже стал крупным индустриальным, экономическим и культурным центром Казахстана, а также важным транспортным узлом. Но мы хотели бы рассказать вам об интересных фактах, о которых знает не каждый карагандинец. Например, мало кому известно, что в 1856 году купец Никон Ушаков купил у Бая и Гелика Утсепова территорию нынешнего старого города за 250 рублей серебром. По легенде, сурок стал первооткрывателем угольного бассейна в Караганде. Надо сказать, что в белом гербе города Караганде на нем как раз изображен был сурок и шахтные купры. То есть, конечно, еще раз подтверждающий факт, действительно, что этот сурок был значимым именно в разведке, в нахождении крупнейших угольных пластов. Потому что именно сурки было замечено геологами, что сурки имеют свойство залегать на зиму именно у больших таких запасов угольных пластов и еще углубляться. И по мере того, как они углубляются, они получаются выбрасывать на поверхность вот эти земельные камки земли вместе с углем. Караганда славится интересной архитектурой 1970-90-х годов. Город отличается капитальностью, многоэтажностью и при этом обилием пустырей. Сейчас Караганда – огромный, шумный, динамичный город. Но невооруженным глазом видно, что менее века назад тут еще была дикая степь. Сталинская архитектура Караганды очень узнаваема, сдержана, но с национальными мотивами. Но мало кому известно, что большой вклад в градостроительство Караганды внесли военнопленные японцы в 1940-х годах. И, наверное, не случайно, именно японскими военнопленными было очень много зданий построено у нас в Караганде. Это и бывший летний театр, который, к сожалению, сейчас снесен. Часть осада у нас установлена в парке на Инго-Востоке. Кроме того, ими были построены также жилые дома. Это по улице Ленина, по улице Костенко. В тот момент именно было очень шлопатское рекордное строительство. То есть за два месяца возводились четырехэтажные дома. Надо сказать, что жители города до сих пор будут только удивляться качеству этих домов. Настолько прочные, настолько фундаментальные эти цены. Прямо под центром города залегают довольно богатые угольные пласты. И еще в советское время центр Караганды понемногу стали смещать на Юго-Восток. За железную дорогу для безопасности граждан. На сегодняшний день мы знаем, что по новому генеральному плану строительство в основном ведется на Юго-Востоке. Дело в том, что Юго-Восток – это относительно безугольная территория. Под Карагандой, под новым городом, где мы сейчас с вами находимся, находятся достаточно большие залежи угля. Поэтому принято решение было о будущем переносе административного культурного центра на безугольную территорию на Юго-Восток. Караганда растет и хорошеет с каждым днем. И в силах карагандинцев делать ее больше, лучше и красивее с каждым годом. Асель Сознабаева, Тулеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о спорте. В спортивном комплексе «Жастар» в течение двух дней проходил республиканский турнир по греко-римской и вольной борьбе. Главная цель соревнований – определить самых талантливых молодых спортсменов для их участия в мировых первенствах. Отобрать самых сильных, самых талантливых ребят и создать из них новую команду, которая бы с честью защищала Казахстан на мировых первенствах, в том числе и на Олимпийских играх. Такова главная цель нынешнего республиканского чемпионата. В нем принимают участие молодые борцы до 23 лет со всех регионов республики. Организаторы турнира отмечают, что неудовлетворительные результаты выступления команды в Рио показали, что новых чемпионов необходимо воспитывать задолго до Олимпиады. Олимпийские игры прошли, и результат, если говорить именно о греко-рымской борьбе, он желает лучше. То есть результат мы показали первый раз в истории на Олимпийских играх. И мы надеемся, что в течение 4-летнего Олимпийского цикла мы достигнем результатов на континентальных чемпионатах, на чемпионатах мира. И самое главное – это Олимпийские игры, которые будут в Токио. Ну, мы надеемся, что еще время есть подготовиться к Олимпийским играм. Участников соревнования приветствовали представители областной администрации. В своей речи заместитель Акима Карагандинской области Маргулан Карибеков отметил, что нынешние состязания являются примером патриотизма для подрастающего поколения. Как вы знаете, глава государства отмечает, что именно только здоровой нацией может быть конкурентоспособность. А конкурентоспособность, знаете, это одно из главного зуба и многое время. Поэтому хочется сегодня пожелать участникам достижения больших курсов, вашей воли к победе, уверения, что для нас, болельщиков, которые любят им спорта, будет очень прекрасным и зрелищем на этих боях. От имени Казахстанской Федерации греко-римской вольной и женской борьбы участников поздравил генеральный секретарь Федерации Анатолий Волоха. Соревнования в карагандинском спорткомплексе «Жастар» прошли в течение двух дней. Лучших выявляли среди 190 спортсменов в восьми весовых категориях. Помимо медалей и ценных призов победителям присвоены звания мастер спорта. Андрей Тенш, Засулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. На этом у нас все. Если у вас есть интересные новости, звоните по номеру 420649. Приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин